Добрый день, меня зовут Реджеп Курбанов и мы находимся в лаборатории новейших отложений палеогеографии Пелистоцена, географического факультета МГУ, где мы занимаемся изучением истории природы. И основной темой работы лаборатории является реконструкция древних ландшафтов, древнего климата и вообще закономерности эволюции природной среды за последние 2,5-3 миллиона лет. Именно здесь, в этой подразделении лаборатории, мы занимаемся реконструкцией возраста, определением абсолютного возраста различных событий древности, как, например, момент древних извержений вулканов, крупных вымираний, резких изменений климата, подъема или падения уровня мирового океана и разных крупных озер в Евразии, в том числе связанных с эволюцией человека. И одной из основных тем нашей лаборатории, нашего коллектива является изучение колебаний уровня Каспийского моря. Это один из важнейших и крупнейших архивов для реконструкции природной среды Центральной Евразии. И долгое время существовала проблема, и она по-прежнему существует, о том, каков возраст крупных колебаний уровня Каспия. Дело в том, что это закрытый, замкнутый водоем, который очень зависит от поступления воды из разных участков водосборного бассейна. И в зависимости от того, как менялся климат в древней эпохе, у нас резко менялось положение уровня. И в какие-то этапы происходили огромные разливы этого моря, то есть существовали такие трансгрессивные бассейны, как мы говорим. А в более сухие этапы море, наоборот, высыхало и теряло значительный объем своей воды, происходила регрессия. Вот, собственно, понимание эволюции Каспия, оно важно не только для реконструкции будущего этого бассейна, потому что оно по-прежнему является очень нестабильным, но и для вообще глобальных реконструкций эволюции природы в Евразии. Потому что Каспий – это такой водосборный бассейн, он в себя аккумулирует информацию об изменении природы на огромном пространстве Центральной Евразии. И интересно то, что, например, буквально 10-20 тысяч лет назад Каспийское море резко увеличилось в размерах, и его площадь современных где-то полумиллиона квадратных километров, она превышала один миллион квадратных километров. И вот такие катастрофические события, они не до конца в настоящее время понятны, их причины, собственно, свойства таких резких колебаний. В связи с этим наша лаборатория изучает уже достаточно длительное время Каспийское море. Мы выполняем различного рода экспедиции на практически всех побережьях Каспий. Это и Нижнее Поволжье, Дагестан, Азербайджан, Иран. В Туркмении мы работаем. И там на побережье сохраняется целый ряд свидетельств древних положений уровня. Когда Каспий поднимался, его уровень поднимался, он оставлял свидетельства в виде береговых террас или валов. То есть мы можем обнаружить в полевых условиях эти геоморфологические признаки, отобрать образцы и определить возраст существования того или иного бассейна, либо различных стадий. И таким образом реконструировать закономерности эволюции бассейна и восстановить таким образом историю Каспийского моря как минимум за последние полмиллиона лет. Но вообще Каспий, как изолированный бассейн образовался около трех миллионов лет назад, и вот начиная с этого времени происходили многократные колебания уровня. Значит, вот в нашем подразделении, которое называется группа люминесцентного датирования географического факультета МГУ и Института географии, мы занимаемся такой важной проблемой именно определения абсолютного возраста, потому что известны целый ряд событий, допустим, то есть трансгрессии и мелкие фазы внутри этих трансгрессий. Но конкретно возраст, это всегда является проблемой в геологии, потому что всех интересует именно календарный возраст, сколько тысяч лет или сотен тысяч лет назад происходило то или иное событие. И для этого применяется целый ряд методов абсолютного датирования. Сейчас, последние пять лет, в том числе за счет поддержки Российского научного фонда, в Институте географии и в МГУ была организована наша совместная лаборатория, которая позволяет определять время древних событий на Каспии и вообще во всей Евразии методом оптически стимулированной люминесценции. Метод заключается в том, что у нас существуют зерна кварца и полевого шпата, и в них накапливаются ошибки в кристаллической решетке, куда могут попадать электроны, и там накапливаться со временем. Они поступают в эти ловушки в спокойных условиях, когда нет присутствия солнечного света или нагрева, то есть в условиях погребения геологического. Как только зерна испытывают воздействие солнечного света, все эти накопленные электроны, они высвобождаются из ловушек, и таким образом у нас обнуляется сигнал. Дальше, в ходе следующего цикла осадка-накопления, зерна опять захораниваются, в них прекращается поступление солнечного света, и они снова могут накапливать в себя вот этот сигнал. Отбирая образцы, мы привозим их в лабораторию, и нам их присылают со всех концов России. Мы обрабатываем их, выделяем чистый кварц и полевой шпат, затем измеряем накопленную в них энергию. Из второй части образца мы определяем содержание радионуклидов различных, и таким образом можем определить момент, когда последний раз на эти конкретные зерна влияло солнечное излучение, и таким образом сказать, как долго они находились в захороненном состоянии. То есть это позволяет определять календарный возраст отложений, а через них и палеогеографических событий. И в настоящее время у нас в лаборатории ведется работа над большой группой проектов. Это и Каспийское море, и Черное море. Мы занимаемся историей Волги, Балтики и целого ряда археологических объектов. То есть проблема возраста в геологии очень актуальна, и целый ряд аспирантов, выполняющих свои конкретные исследования, они реализуют вот эту часть касательно абсолютного датирования работы именно в нашей лаборатории.